Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поделюсь очень простым рецептом и покажу как можно приготовить плов в рукаве. Итак, приступаем! Итак, я уже все предварительные работы провела и теперь расскажу, что к чему. Здесь у меня мясо куриное, но можете взять любую свинину, говядину, какую вы любите. Я ее предварительно замариновала. Здесь у меня соль, специи для плова и немного соевого соуса. Мариновалось оно у меня со вчерашнего дня, так мясо получается вкуснее. Но если у вас нет на это времени, то тогда, естественно, не маринуйте, а сразу же готовьте. Рис я хорошо промыла до чистой воды, нарезала морковку на такие вот брусочки, мелко лук и подготовила остальные ингредиенты, которые нам также понадобятся. Итак, к мясу я добавляю морковку и лук. Если у вас есть время, конечно же мясо вместе с морковкой и луком лучше обжарить на сковороде. Тогда получится еще вкуснее. Но я вам показываю самый простой, можно сказать, ленивый способ приготовления этого плова. Поэтому размешиваю все. Добавляю сюда специи, растительное масло. Клов обязательно нуждается в масле, чтобы был жирненький. И еще солю. Помним, что мясо у нас уже соленое. И здесь также присутствует у меня соевый соус. Вы, если не любите, естественно, соевый соус не добавляйте. Это по желанию. Итак, соль по вкусу. Специи у меня здесь также для плова. Специи я обычно использую достаточно много. Тогда плов получается очень насыщенный, вкусный и ароматный. Теперь я беру пакет для запекания, отправляю сюда мясо и рис. Аккуратно все это смешиваю. Выкладываю в емкость для запекания. Рисом у меня была вот такая вот чашка. И я наливаю две чашки воды. То есть один к двум. Сверху выкладываю чесночок. И фиксирую, но не плотно, чтобы пар у нас все-таки имел возможность выходить. Небольшое отверстие здесь оставляю. И теперь отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час. Также хотела сказать, что это вы можете подготовить заранее. Отправить в холодильник. А затем, например, придя с работы, сразу же поставить емкость в духовку. Или, например, позвонить, чтобы муж или дети это сделали. И к вашему приходу ужин будет готов. Итак, отправляю в духовку 180 градусов на 1 час. За 20 минут до окончания приготовления я полностью снимаю колечко. И доготавливаю уже вот в таком виде. И вот такая вот красота у нас получается. Запахи просто нереальные. Если вы это готовите для гостей, то можете прям в таком вот виде вернуть назад в духовку. Духовку, естественно, выключите. Пусть стоит в теплой духовке и дожидается прихода гостей. Ну, а если это вы готовите для семьи, то можете сразу же раскладывать по тарелкам и звать всех к столу. Очень простой рецепт. Получается невероятно вкусно. Обязательно попробуйте и приятного всем аппетита!